А минусы были следующие Мы будем поддавать воду, а рядом держать белую простыночку Разжигаем печку и все это проверяем Я сейчас поддам ковшей 10 Прямо вот пока выдерживаем, буду поддавать И ничего вылетать не будет, ржавчины оттуда точно не вылетает Друзья, всем привет, с вами канал Живая Русская Баня Меня зовут Владимир Ефремов У нас сегодня будет тест на белое Я тут в интернете ролик увидел Где человек говорит о том, что поставил себе комету Вега И говорит минусы комета Вега Я хочу провести все те же самые эксперименты, что у него Ну как эксперименты, просто использование печи И проверить те минусы, которые он указывал А минусы были следующие Первый минус, то что с этим теплообменником вода очень плохо греется Ну вот со стандартным грильд теплообменником вода очень плохо греется Он у меня еще до этого не был установлен Ну я вот сейчас вот возился, устанавливал Сейчас еще подтянуть нужно Поставим теплообменник И посмотрим, как будет греться вода Второе Коптится дверка Я уже знаю, что она не коптится Ну вот мы сколько топим Я же вижу, постоянно вам в сериях показываю О том, что дверка не коптится Но я сегодня специально ее хорошенько протер Печку еще не растапливали Сейчас растопим и посмотрим за время нагревания воды Закоптится у нас дверка или не закоптится Третье, что там было У человека вот из этих вот воронок Вылетала грязь И он говорит, что вылетает ржавчина просто оттуда Вот мы печку топим уже 1200 часов Я специально взял белую ткань Ну, если честно, пеленку у дочери спер Из ящика Надеюсь, не спалят Тем более, она уже пеленками не пользуется Два с половиной года все-таки Мы будем поддавать воду А рядом держать белую простыночку Посмотрим, будет у нас сюда что-то вылетать Или не будет Ржавчина вот оттуда выскакивать Или не будет И четвертое, что у него было там Это теплоемкость Тут я вообще даже не знаю, как проверить Поэтому будем проверять только первые три Так что сейчас дальше устанавливаю теплообменник Разжигаем печку И все это проверяем Воду будем замерять термопарой Посмотрим, за сколько у нас вода нагреется Ну, допустим, за полтора часа Ну, баню сколько топят Час-полтора Вот проверим через час, сколько вода будет И через полтора часа, сколько вода будет по температуре Наливать будем обычную водопроводную воду Замерим тоже, сколько она на старте будет По теплообменнику сразу же Смотрите, теплообменник здесь плоский Вот он теплообменник Теплообменник плоский Он просто прислоняется К одному из боков печи У печи здесь шесть граней К трем из них можно прислонять теплообменник к трем нельзя по трем сторонам идут огненные каналы по трем сторонам не идут огненные каналы на одной стороне дверка там где не идет огненный канал еще на двух сторонах просто однослойный металл соответственно там вода будет действительно плохо греться но туда и не нужно его прислонять так что мы прислоняем туда куда нужно я поставил теплообменник поставил удлинители подсоединил это все к баку в баке пока воды нету сейчас я это протяну и будем растапливать печку. Погнали! Одна ламелька у меня здесь не встает, вот смотрите, потому что у меня в этом месте как раз выходят трубки. Вот здесь вот ламелька должна встать, у меня здесь выходят трубки, эту ламель мы ставить не будем. И здесь очень важно, чтобы теплообменник всей плоскостью прижимался к печи, прям вот и сверху и снизу, чтобы он очень плотно прижигался, примыкал к печи. Чтобы он плотно привыкал, берем плоские камни, у меня жадеид, Рустем Могол, здорово, твой жадеид. Он очень любит, когда про него говорят, Рустем, здорово. Берем плоский жадеид и максимально плотно его прикладываем, прям вот распираем между ламелями вот этими вот и теплообменником, чтобы у нас теплообменник никуда не не шатался и полностью-полностью обжимаем это все место. Все, теплообменник я установил, вот он даже вообще нисколько не шатается, плотно-плотно прижат. Жадеид Могола. Я заложил, он просто в прошлом видео, в комментариях тут подписал, что пушку Могола, даже не сказали, что это пушка Могола. Могол, я в этом видео уже сколько, шесть раз сказал Могол. В общем, жадеид Могола. В общем, пойдемте растапливать печку. Воды забыл налить. Вот у меня 10 литровые ведра, одно здесь уже было, немножко здесь не хватает. В общем, зальем литров 50 воды. Первое ведро пошло. Так, все краны закрыты. Ребят, воду залил, пять ведер, температура воды 8,6 градуса, вода из бочки с улицы, дождевая вода. На улице сегодня достаточно так прохладно, грался в 9-10 наверное. Вот 8,6 градуса вода, с этого мы стартуем. Видите, что она делает? Она вообще от нас не отходит. Мы в бане, она с нами в бане. В общем, все, температуру воды засекли. Пойдемте растапливать печку. Так, ребят, время 13 часов 41 минута. Я, кстати, даже обманул, что на улице у нас сегодня плюс 10. Сейчас мне на телефоне показывает плюс 6 на улице. Так, еще раз время. 13.41. Кстати, ну, сейчас покажу, что дверка почищена. Вот, смотрите, видите, дверка чистая. Я ее специально протер. Зольник у меня открыт. Нисколько я сейчас не ждал. Сразу же я ее закрыл. Там человек в видео говорил о том, что за топку очень сильно коптится, что все, вообще аж ничего не видно в дверку становится. Сейчас растапливаем. Вот, смотрите, я дверку сразу же закрыл, и вот в этом вот углу у нас образовался немножко конденсат, потому что печка еще нагревается. Сейчас печка нагревает стекло, и конденсат начинает выпариваться. Прямо вот видно, как он начинает резко уходить. Я не знаю, видно вам на камеру или нет. Но копоти на дверке вообще нет. Вот это вот старое. Ну, так мы ее топим 1200 часов. Старое есть, то, что я уже почистил. Но мы ее вообще не чистим. Это вот перед этой съемкой специально почистил. Все, печку мы растопили. Пускай печка топится. Будем засекать по времени, за сколько нагреется вода. И потом будем поддавать и смотреть на простыни. У нас будет что-то оставаться или нет. Будет оттуда вылетать ржавчина, пыль от камней. Все равно на белой ткани это видно будет. Мы он лампой от камеры будем светить. Все увидите. Смотрим. Ребят, у нас прошел ровно час. Время 14 часов 41 минута. Только у меня осталось 5% зарядки. Сейчас телефон нахер сядет. Так что полтора часа, наверное, вам уже не смогу показать. Электричество отключили. Пойдемте заходим в баню. Я бак перевесил за этот час чуть ниже. Мне саморез вырвало. Я решил бак заодно сразу немножко ниже опустить. Был вот здесь вот прикручен. Вот здесь вот дырочки видно. Опустил его сантиметров на 12, наверное, ниже. Оторвало саморез где-то. Он у меня здесь валяется. Не наступить бы на него. Ну ладно, бог с ним. Так, в общем, термопары у меня опущены в воду. Смотрим температуру. Прошел час. 41,6, 42,7. Разбежка в 1 градус. Ну, возьмем среднее. 42 градуса. Это у нас было 8 градусов. Стало 42 градуса. На 34 градуса нагрело воду. Получается за 1 час. Придем сюда через полчаса. Посмотрим, сколько у нас будет через полчаса. И будем тогда уже поддавать вот на эти вот воронки. Подставлять белую простынь. И смотреть, что будет у нас оттуда. Вылетать или не вылетать. Посмотрим, вылетит или не вылетит. Так, ну все, ждем еще полчаса. Саморез нашел. Оторвало его. Из стены вырвало. На такие саморезы баки не вешайте. Вырывает. Ребят, у нас прошло полтора часа. 5 ведер воды. Температура 52 градуса. Температура воды. Если я помещаю туда руку. Все, рука не держит. Ну прям горячо. Реально. Сейчас, если бы мы зашли сюда париться. Прошло бы там еще, допустим, полчаса. Я не знаю. Ну она будет, наверное, градусов 70, наверное, уже вода. Ну куда больше. Ну не чай все-таки кипятить. Зачем она, кипяток там нужна. В общем, вот так вот. Сейчас будем поддавать воду воронки. И смотреть, что оттуда вылетает или не вылетает. Проверим. Ребят, сейчас будем проверять, вылетает ли что-то из внутренней каменки. Там у человека рядом все было рыжее. Прям полог весь рыжий. У меня есть подозрение, что это тот камень, который он туда закладывал. Какая-то херня, извините за выражение, было туда заложено. Поэтому все вылетало. Вот она. Чистая белая тряпочка. Ну, не совсем белая, конечно. Ну, такая чуть серенькая. Ну, я думаю, что на ней тоже будет все видно. Я сейчас поддам ковшей 10. Прям вот пока выдерживаем, буду поддавать. Двери мы открыли. Окошечко я тоже открою, чтобы нам здесь совсем не угореть. Так, и сделаем вот таким вот образом. Смотрите. Накину вот на этот край. Вот так. Вот у меня здесь камушки есть. Камушками придавлю. Возьмем вот так вот простынь. Открываем воду. И то в одну воронку, то во вторую буду поддавать. Первый ковш ушел во вторую воронку. Возьмем. Возьмем. Смотрите. Пятый ковш. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. Одиннадцатый. Тут уже вообще сильно. Двенадцатый, по-моему. Двери, окна открыты. Она все гудит. Тринадцатый. Четырнадцатый. Слышите, как она бухает? Четнадцатый. Ну все, у меня сил больше нету. Пойдемте выйдем на улицу, посмотрим, что у нас на ткани. Прям на солнце встану. Ну это я руками заляпал. Никаких рыжих выбросов, ржавчины или еще чего-то нету. Вот с двух сторон. Чтобы не думали, что я просто перевернул. Нигде ничего нету. Жарища там, конечно, жесть просто. По поводу стеклянной дверки. Пока далеко не ушли, сразу же этим дублем идем к стеклянной дверке и смотрим, что с ней. Топим мы уже больше полутора часов. Показали вам уже воду. Показали вам фар, который вылетает из каменки. Вот она дверка. Вот как я ее поставил, я ее больше не протирал. Вот протер перед тем, как начали топить. Ну вот сами видите. Огонь видно. Вот эта вот сторона немножко подзатянулась. Но это, знаете, еще из-за того, что я когда начал растапливать, у меня был шибер прижат. Я смотрю, у меня дым в эту сторону начал идти. Я пошел, шибер открыл. Ну вот сами видите. Вот. Вот эти. Вот я ее как протирал. Вот этот вот угол еще немножко подзатянуло. А так стекло как было, так оно и есть. Как показать теплоемкость, я уже говорил, что не знаю. Хрен. Ну как ее покажешь? Ну вот она теплоемкость, есть теплоемкость. Я забыл, правда, сколько туда камней входит. Но я думаю, что сейчас в комментариях напишут. Напишите. Руст или Сергей из Грильде. Напишите, сколько в наружную облицовку, сколько во внутреннюю камень входит камня. Не помню. Мне кажется, что нужно человеку разбираться, во-первых, с тягой. Из-за того, что тяги нет, стекло коптится. Во-вторых, с теплообменником. Видимо, он плотно не прижат к стенке печи, либо прижат не к той стороне печи. И с каменной закладкой. А то он всем этим еще и дышит. Потому что, ну, вылетает все. Заложить нормальные камни. И ничего вылетать не будет. Ржавчины оттуда точно не вылетает. Я сейчас, кстати, вставлю еще кадр, когда мы разбирали эту печку и заглядывали вовнутрь камерой. Там видно, что никакой ржавчины там нету. Так что, ребят, было видео полезно. Палец вверх ставим. На канал подписываемся. И всем пока.